Знакомьтесь, ведущая и главный эксперт программы «Партнерство в Кайф» Екатерина Ковальчук. Сегодня Екатерина – совладелец компании «Ковальчук Бизнес Директ Центр» – компания, которая занимается развитием совладельцев бизнеса. Она лучше всех знает, как строить бизнес с партнером, будь то жена, друг или иностранный инвестор. Екатерина уверена, от правильного подхода к вопросу партнерства зависит будущее и успех любого дела. На ее счету сотни спасенных компаний, которые из-за незнания правил и принципов ведения партнерского и семейного бизнеса были на грани развода и краха. «Нет такого нюанса в партнерских отношениях, который не побывал бы в наших руках», – по праву считает Екатерина. В своей авторской программе «Партнерство в Кайф» Екатерина Ковальчук будет не только делиться своим личным опытом, но и приглашать уникальных, интересных гостей-бизнесменов и просто успешных людей, которым есть что рассказать. Я приветствую всех! Сегодня у меня в гостях Светлана Гайдачук, и, Светочка, я рада тебя видеть. Спасибо, что согласилась прийти ко мне в эту студию и поделиться своим бизнес-опытом и опытом партнерских отношений. Здравствуй, Катя! Здравствуйте, телезрители! Спасибо, что пригласила, потому что для меня очень важно в этом мире, в мире бизнеса быть полезной тем, для кого важен мой совет, ценный мой совет. Светлана Гайдачук – успешная бизнес-леди. Совместно с мужем Светлана владеет компанией по изготовлению дизайнерской мебели под торговой маркой «Вавилон». Прежде чем начать свой бизнес, Светлана прошла путь от рядового менеджера до генерального директора швейцарской компании. Собственник этой компании пригласил Светлану стать ее партнером с 12% долей в его бизнесе. Сегодня Светлана расскажет о том, почему это партнерство в результате стало опытом, а не успехом. Кроме этого, мы поговорим о том, как начать первый свой бизнес и сразу попасть в яблочко, а также о том, какую роль играет в бизнесе креативный подход и сумасшедшее желание преуспеть. Светлана расскажет об управленческих ошибках, которые она совершила год назад и о решениях, которые в результате спасли компанию. Итак, знакомьтесь. Успешная бизнес-леди, член общественной организации «Деловые украинские женщины», человек с очень большой, сильной деловой и личной позицией Светлана Гайдачук. Светочка, смотри, я насколько знаю, ты собственный бизнес начала, ну не так давно, 3-3,5 года назад, правильно? Да. Это в принципе такой, ну уже не маленький, но тем не менее небольшой срок, но первый бизнес и сразу успешный. Не бывает просто так. То есть я знаю, что до этого у тебя был серьезный управленческий опыт. Расскажи немножко об этом. Да, так случилось, что в 26 лет по определенным моим, скажем так, навыкам, обстоятельствам, упорству, я заняла позицию генерального директора логистической швейцарской компании. Прямо сразу генеральным директором? Да, так случилось. Прямо сразу? Ну вот прям сразу, ну не прям сразу, дело в том, что придя в определенный бизнес, увидя определенные ошибки, которые делают владельцы, почему у меня был такой опыт? Потому что до этого я работала тоже европейской компанией, я наблюдала и стандартизацию, и правильное управление, и процессы, и перспективность. И имея этот опыт, наблюдая со стороны, придя в новую компанию, у меня была возможность сделать внешний аудит ситуации, которая есть в бизнесе. И демонстративно, имея какие-то проблемность понимания о том, что я приду сейчас к собственнику и прямо на стол ему выложу, какие ошибки ты делаешь, да, я могла бы, в принципе, лишиться своей позиции обычного менеджера по работе с клиентами. Но я понимала, либо же я это делаю, либо я ухожу из бизнеса на позиции менеджера по работе с клиентами. И имея такую возможность в коридоре, встретив собственника бизнеса, я сказала о том, что ваш бизнес скоро, в вашем бизнесе скоро будет крах. Это очень сильно его заинтересовало. То есть ты своей сильной позицией, будем так говорить, человека так вбила в стенку и сказала, эй, очнись, я всего лишь менеджер по работе с клиентами, но я вижу, что дырки есть, правильно? Да, да. И какая была его реакция? Ну, он был в шоке, потому что швейцарцы в априори не могут себе позволить, когда просто подчиненные говорят им там прям как бы в лоб о том, что уважаемый собственник, у вас большие проблемы. Тем не менее, какой была его реакция? Его была реакция следующая о том, что он сказал, что у тебя есть 10 минут в переговорной буквально через полчаса. Эти 10 минут продлились полтора часа. Он с большой заинтересованностью, скажем так... Секундомер не включал, когда понял, что ты говоришь дело, да? Да, да. Да, и после этого он попросил меня написать проект выхода этого бизнеса на безубыточный уровень. Я, как обычный, менеджер по работе с клиентами. Когда-то этот проект предоставила, что, как он на него взглянул и какие решения он принял? Дело в том, что для меня это было огромным сюрпризом, потому что, прилетев очередной раз в Украину, он собрал полностью весь коллектив. Я даже об этом не знала, я там присутствовала в этом собрании, и он всем озвучил о том, что этой компанией с сегодняшнего дня будет управлять... То есть, без меня меня женили, как говорят иногда, да? Да. Ты согласилась? Ну, да, потому что 26 лет, генеральный директор такой крупной компании... Сколько лет проработала генеральным директором? Три с половиной года. Три с половиной года, и в какой момент, я знаю, что тебе сделали такое предложение, которым мечтает каждый управляющий. Владелец швейцарец дал тебе долю в этом бизнесе, когда понял, что ты ценный для него сотрудник. Через сколько лет это произошло, и как это происходило? Так, коротко. Да, это произошло буквально через год. Через год, представьте себе. Да, потому что показатели этого бизнеса, скажем так, тенденционно увеличились положительные в два раза. А отрицательные? Отрицательных, к счастью, тогда не было. Вернее, отрицательные тоже выросли в положительные, имели формы трансформации. И он принял решение и подарил мне долю участи в данном бизнесе. Сколько, если не секрет, это было по процентам? Это было 12%. 12%. Вот здесь хочу сделать такой важный акцент, что очень часто владельцы бизнеса делают эту ошибку. Мы со Светой, я потом задам пару вопросов, и мы разложим, почему это ошибка. Они дарят управляющим, неважно, 12, 5, 10, 15, 20% доли в бизнесе для того, чтобы, ну, вроде как, привязать ценного сотрудника, бантиком таким. И это такая, как бы, конфетка, от которой владельцы думают, он никогда не откажется. Я думаю, что это был один из поводов и причин твоего владельца, вот, подарить тебе эту долю. Что произошло? То есть, через год он подарил, и еще два года, получается, два с половиной, ты работала вот в этом смежном, уже как управляющий-владелец, правильно? Да. Вот за эти два с половиной года, какие были плюсы и минусы твоего уже управленческо-владельческого статуса? Я это называю партнер-управляющий. Очень. Ну, скажем так, наверное, самым главным минусом это было отсутствие моей личной осознанности о том, что я не управленец, а в том числе и владелец бизнеса, потому что все последующие два с половиной года я себя вела как управленец. Это ты сейчас понимаешь отсутствие осознанности. А какие у тебя эмоции были тогда? То есть, что тебе не нравилось вот таким более человеческим языком, скажи? Да, человеческим и более практичным я вынуждена была согласовывать, как и до этого, все мелкие вопросы, посылая их в Швейцарию и слышу подтверждение, правильно ли я двигаюсь, либо же неправильно я двигаюсь. То есть, не было какого-то определенного списка компетенций, которые добавляются ко мне как к партнеру. То есть, я правильно понимаю, что кроме того, что у тебя появилась доля в бизнесе, по большому счету, больше не изменилось ничего? То есть, тебя не привлекали к стратегии развития компании, не на уровне оперативного управления, а на уровне стратегического. Были ли у вас, ну, отдельно, будем так говорить, сессии между владельцами, а не как владелец управляющий? То есть, как у вас коммуникация строилась, учитывая, что вы находитесь в разных странах? Ну, скажем так, глубина этого вопроса еще касается того, что не только мне, а еще двум директорам департаментов тоже были данные проценты в компании. Ага, ничего себе, какая щедрость, слушайте. Да, здесь такой момент очень важный, который в принципе... И с тобой, с партнером это не согласовывали? Ну, согласовывали, но проблема вся заключалась в том, что здесь это, можно сказать, как надзирательство было. Потому что один партнер контролировал фактически второго и имел возможность доносить до самого главного партнера нетактические шаги внутри. И я скажу так, что стратегические вопросы, безусловно, я решала с главным владельцем этого бизнеса. И мы не привлекали здесь партнеров, которые были, работали у нас в компании на управляющих, в том числе, позициях и должностях. То есть было такое определенное отсутствие тактики и согласованность действий, которые мы должны были вести, как партнеры принимать стратегические решения, мы принимали вдвоем. Как диалог происходил главного владельца с другими партнерами индивидуально, не согласовывая с нами какие-то моменты. То есть превратилось это в какой-то определенный несогласованный базар нечетких согласованных действий по партнерских отношениям. Я тебя поняла, Свет. Я хочу сделать несколько акцентов по данной ситуации. Вы представляете, вообще, вот со стороны вам может казаться, что, ну, наверное, это не совсем опытный владелец, что абсолютно, я уверена, не так. Что это было там невзвешенное решение, потому что такие ошибки допускают через одного владельца, которое, неважно, где они находятся территориально, да, в одной стране или в другой, те, которые хотят ценный коллектив, ну, привязать к себе. В хорошем смысле слова. Да, да, в том смысле. И что получается? То есть владелец, владельцы, давая долю в бизнесе своим сотрудникам, управляющим или другим сотрудникам, как в твоем примере, они не до конца отдают себе отчет, кто такой владелец бизнеса по-настоящему. Они все равно думают, что владелец я и основатель этой компании я, а кто же другой? Вы сюда пришли как сотрудники, ребята. А вот этот процент непонятно зачем для владельца, они дают с целью привязать, а должны давать и разрабатывать бонусную политику, которая привязана к результату работы того или иного сотрудника. Потому что партнеры, владельцы, я несколько пунктов вам проговорю, обязательно должны понимать, когда вы берете человека в партнерство, вы обязательно должны понимать, что он с вами является совладельцем и он своей долей в бизнесе может и имеет полное право распоряжаться так, как считает нужным. Продать свою долю, подарить ее, может быть, если вы об этом договорились. А в таких ситуациях, это когда ты, если бы ты спросила, могу ли я продать теперь свою долю Иванову, он бы сказал, ты что смеешься, тебе ее подарили только для того, чтобы ты здесь сидел, работал и не рыпался больше. Вот, то есть, когда человек владелец, он владеет чем-то. То есть, вот об этом помните, и человек отвечает как за прибыли компаний, так и за убытки. Я нередко сталкиваюсь с тем, когда партнеры, управляющие или сотрудники, они с готовностью принимают этот дар, а когда оказывается, что компания в какой-то период времени, она, ведь бывает разная ситуация, бывают взлеты, бывают падения. И когда сотрудники сталкиваются с тем, что компания требует доп. финансирования, либо когда владелец хочет развивать и говорит, ребят, теперь скидываемся по 100 тысяч, и тогда погнали. Человек делает вот такие круглые глаза и говорит, а с какого вообще я здесь? Так ты же владелец. И вот об этом важно помнить, что владелец и долю в бизнесе сотрудникам, управляющим, прежде чем давать, нужно очень серьезно проверить, понимать позицию свою и проверить сотрудника на готовность быть владельцем бизнеса. И партнер должен понимать, что он готов к этому. Окей, то есть давай не будем сейчас в этом разбираться глубже, я знаю твою историю, почему у вас дальше уже не сложилось. То есть я хочу показать этим, что, не разбираясь сильно глубоко, что эта история, она закончилась разрывом ваших отношений и с разными. Как эмоционально вы тяжело расставались? Вот чисто эмоцию свою скажи. Очень. Очень тяжело расставались. Но самое главное, что, вот я иногда говорю, что это мина замедленного действия. Но вот эта вот мина, она была положена 2,5 года назад и потом как бы начинала потихоньку взрываться, и потом кольцо как бы отпустилось и взрыв произошел. И так будет всегда. Вопрос только когда. У кого-то это через год произойдет, у кого-то через 2, у кого-то через 5. И чем дольше это будет по времени, тем больнее будет потом взрыв. Отлично. Но это опыт. Ты приобрела свой опыт. И я знаю, что вы вместе с супругом, поскольку вы работали вместе в этом бизнесе, закрыли эту страницу, перевернули ее на следующую. И решили начинать свой проект, уже имея опыт, имея определенные финансовые накопления. Расскажи, как искали бизнес-идею? Ну, безусловно. Если бы не было этого опыта, наверное, не было бы следующего владения бизнесом. Мы пошли бы просто как управленцы. Как искали бизнес-идею, но мне кажется, это очень крутая идея. Сто процентов. Я специально сходила, что ты поделилась. У меня предпринимателей делюсь, и, безусловно, она, как мой муж говорит, она тянет на Нобелевскую премию. Мы имели возможность месяц каникул после того, когда вышли с этого бизнеса. Так как если у тебя предпринимательство в крови, ты, наверное, просто не можешь без работы. И спустя месяц супруг, не согласовывая со мной ничего, дал объявление в OLX, стану инвестором бизнеса. И когда ему начали сыпаться уже кучу предложений, кучу бизнес-планов предварительных, тогда он скрыл секрет и поделился со мной. Безусловно, это очень классный год. То есть вы решили искать идею и партнера к этому через объявление, то есть через такой холодный рынок. Всегда все, я знаю, начинают трусить все свое близкое окружение. У кого какая идея есть, давай вместе начинать, либо свою ищут. А вы решили увидеть, что подкинет вам вселенная, да? Да, но сначала мы, конечно, трусили окружающие, окружающие, да. А, то есть был он этот первый. Но мы понимаем о том, что все достаточно очень банально, хочется чего-то кардинального. И кардинально это совершилось, потому что опыт наш восьмилетний в логистике и в IT-сфере перешел плавно в опыт студии дизайна интерьера и производства мебели. Это абсолютно кардинальное. То есть вот Вавилон Компани, это та идея, которая родилась, абсолютно вы в этой сфере не разбирались как профессионалы, у вас только был опыт управленческий получается, владельческого практически, будем говорить, что не было. И вы выбираете новую для себя сферу, и что происходит? Ну опять же мы эту сферу выбираем с будущим бизнес-партнером, потому что... То есть на OLX вы нашли эту идею с партнером, который готов был принимать участие, к сожалению, не финансово, а как идеолог этого всего. То есть он знал это направление как профессионал, и получается вы управленческий опыт деньги, он идею бизнес-план и профессионализм уже по отношению к этой сфере. Круто! Это на самом деле шикарная комбинация, потому что когда, если бы у вас не было такого человека, то я сама знаю, как тяжело прощупывать тему и находиться в владении и управлении компанией, когда ты полностью нулевой в этом направлении, и у тебя нет профессионала рядом. Это очень, ну такой, намного дольше этот путь происходит, тогда понимание всяких мелочей и нюансов, которые есть именно в этом бизнесе. Поэтому вот эта вот комбинация, управленческий опыт, деньги и профессионализм в этой сфере, это, ну вот, наверное, джекпот, как говорят. Да, безусловно, но здесь очередная ошибка, возможно, наша, возможно, это обстоятельства таким образом сложились. Человек принял решение с нами делать совместный бизнес, и все 100% прибыльности компании он пытался сразу вынимать в виде дивидендов. То есть он вынимал свою часть, а мы вынуждены были далее. А вы изначально не договорились об этом? Мы договорились, но у него так сложились обстоятельства, что ему постоянно нужны были деньги. То есть это длилось на протяжении 3-4 месяцев, и мы понимали о том, что это утопия, и с ним невозможно. Если это не секрет, почему как-то, или ты знаешь, или как ты думаешь, почему ему нужны были, ну, больше денег, чем тебе казалось нужно для обеспечения семьи? Ну, скажем так, дело в том, что когда он начал получать первые деньги, потребности его стали вырастать, и это лучшая одежда, это лучший, скажем так, отдых. И таким образом он просто не минимизировал свои затраты, понимая о том, что часть денег нужно все-таки реинвестировать как партнер, который владеет 1-3 бизнеса, а он пускал все абсолютно полученные. Да, в том, что это было чисто на улучшение стиля жизни и статусности. Да, безусловно. Окей, я тогда маленькую ремарочку сделаю, поскольку вот в этом вопросе не всегда вот так вот, как у Светланы происходит. Очень часто партнеры в совместном бизнесе, они стесняются, боятся, не считают нужным, по-разному обсуждать свое финансовое положение текущее. И бывает так, когда я это называю минимально комфортный стиль жизни, вот именно запомните это сочетание, минимально комфортный стиль жизни, когда это не я там ем только хлеб с маслом в лучшем случае, а я выбрал, мои дети ходят в ту же школу, в которую ходили, мы хоть раз в год, но ездим отдыхать, мы покупаем те же продукты, мы не пересаживаемся на автобус и ездим на машине. То есть тот минимально комфортный стиль жизни, который есть у семьи. И иногда так бывает, что у партнеров разный минимально комфортный стиль жизни. У кого-то семья уже большая, а кто-то может быть один. У кого-то может быть какие-то потребительские кредиты, которыми он навешался до того, да, может быть был неправ, но оно уже как факт есть. У второго нету. И бывает так, что стиль жизни минимально комфортный одного человека там 5 тысяч долларов, а у другого 500. Ну как например, такое бывает. И вот эта разница в 10 раз, она очень серьезно тянет. И иногда партнеры, зная эту ситуацию, если они понимают, ну как бы важность друг друга в этой связке, они должны в какой-то степени, может быть авансом договориться, что вначале кто-то будет брать больше и вытаскивать денег из бизнеса. Потому что если у человека голова занята тем, что он из бизнеса может вытащить только тысячу, а он заплатил кредит, дал жене купить продукты и на этом все, а бензин уже заправится, не на чем доехать, то возможность работать эффективно, ну она практически отпадает. Но если вариант, то поэтому нужно комбинировать и знать эти варианты, может быть уступая друг другу в чем-то. Вот в этом компромиссность договоренности она и есть. А если это ситуация, которая озвучила Свету, просто я уже понял, что э-э-э-э, ребята, погнали, я уже начал зарабатывать больше, имею возможность. Вот здесь, конечно, это другой расклад, поскольку важно договориться, что мы пока что вот так ведем себя и там в ближайший год мы вытаскиваем только 10%, а 90% реинвестируем потому что. Но все равно важно, чтобы эта согласованность была и оба сказали «да». Потому что крайне часто так бывает, когда один говорит о том, что я теперь хочу новую машину и на Канары, а другой говорит, давай развивать бизнес. Да. И что случилось с вашим партнерством? Ну, скажем так, мы без драки, без боя поняли о том, что дальше продолжать совместную работу мы не можем. И он вышел из бизнеса, юридически у нас не были оформлены партнерские взаимоотношения, он вышел из бизнеса и начал ходить с другими компаниями, тоже предлагая типичную бизнес-идею. К сожалению, я сейчас не знаю, насколько увенчалась его бизнес-идея. А вы успели за это время перенять профессионализм или чем вы закрыли вот эту вот недостающую компетенцию? Ну, скажем так, как по мне сейчас уже с высоты какого-то определенного практического полета, я понимаю о том, что неважно, чем ты занимаешься, главное просто понять о том, что рядом тебя окружают профессионалы, которые могут и выполнять эти функции, и дизайнеров, и само производство, те люди профессионалы. И исполнители 100%, конечно. Да, поэтому для нас была самая главная идея о том, что мы нахватались очень сильно много от него, и, наверное, это тоже какой-то определенный минус, потому что он огромнейший был максималист. На тот период времени мы сразу на себя навесились 12 товарных линий и пытались стать профессионалом в каждой из этих товарных линий, но вот благодаря... То есть вы так широко взяли сразу? Да, да, и вот спустя, скажем так, год работы в этой бизнесе, вот благодаря, Кате, вам, Ковальчук бизнес-центр, мы поняли о том, что мы не можем просто распыляться, и мы не имеем возможности стать профессионалом, и мы сейчас на текущей моменте... Чуть-чуть сфокусировались, да? Да, сейчас у нас 6 товарных линий, и мы очень счастливы, и уже задумываемся на том, как, в принципе, сократить даже и это количество объема товарных линий, которые владеет нашей компанией на текущий момент. Понятно, я знаю, Свет, что дальше у вас произошел такой период, который ждут и мечтают о котором все владельцы компаний, когда вы решили расширяться. То есть любой владелец, который стратегически выстраивает свой бизнес, он понимает, что сегодня это вот такая конторка, а через пару лет она должна стать в разы больше. И у вас тоже период настал, когда вы задумались о расширении. Как это произошло, и какие ошибки допустили? Я знаю, что они были, но тем не менее, что вам это дало? Вот немножко расскажи об этом. Да, я бы хотела сделать определенный акцент, правило, согласно которого мы живем уже последних 2 года с супругом, с моим бизнес-партнером, о том, что быть профессионалом и обучаться только инструментам бизнеса, это недостаточно. Обязательно должна балансировать вторая составляющая, это личный индивидуальный рост как личности. И вот здесь балансируем между двумя составляющими. Когда, скажем так, у нас была возможность задуматься о расширении бизнеса, тогда нам и пришла идея экспорта нашей продукции за пределы Украины. И когда эта возможность физически пришла, мы понимали о том, что мы можем, мы хотим, не потому что, скажем так, мы уже выросли до этого, а потому что мы готовы рисковать, мы готовы двигаться, и не боясь фактически это. Конечно, когда такая возможность появилась, мы рынулись головой, не смотрели ни на затратную часть, потому что дано экспортировать в одну из самых богатейших стран мира, в принципе, приходит не каждому. И, конечно, мы не обращали на затратную часть, мы инвестировали деньги и в территориальное расположение на территории этой страны, и, безусловно, в выставке, не просчитывая, скажем так, ликвидность. И немножко выбыли свои финансовые ресурсы из компании, которая была уже здесь в Украине, успешная, прибыльная. То есть это распределение, правильное распределение финансовых потоков. То есть не прочувствовали эту тему. Не прочувствовали, потому что, можно сказать, что экспертности, собственно говоря, в этом не было. То есть есть деньги, потому что многие владельцы думают, есть деньги, значит, я могу их прямо сейчас потратить, либо куда-то проинвестировать. То есть не бюджета не было, не кэшфлоу не было, не было понимания баланса. То есть вот этой части финансов абсолютно не было ни опыта в этом. Даже несмотря на тот опыт, который у меня до этого было в управлении компанией в 200 человек. То есть вот здесь вот на уровне собственной компании этого понимания абсолютно не было. То есть есть деньги, беру и трачу. И я так понимаю, что вы столкнулись с тем, что бывает нередко у всех в бизнесе. Знаете, как иногда бывает наступает момент, когда у тебя денег больше, чем нужно, и ты хочешь инвестировать в какие-то проекты. А бывает наступает момент, когда тебе нужно привлечь инвестиции в бизнес. Либо для развития, либо для покрытия дырки, которая возникла, чтобы компания не утонула. В вашем случае вы поняли, что вам нужно добавить инвестиционный портфель, будем так говорить. Да, причем что мы поняли о том, что нам нужно добавить инвестиционный портфель не в рамках этого проекта, а уже опосля. Потому что заработанные деньги в рамках этой компании полностью инвестировались в этот новый проект. И когда мы поняли, осознали о том, что ликвидность наша на пределе, скажем так, даже можно сказать банкротства, то что это очень сильно важно. Очень многие компании становятся банкротом на стадии тогда, когда они понимают, что ликвидности нет, денег ниоткуда взять, и перспективности в ближайшую неделю-месяц нет. И люди принимают решение действительно закрывать компанию. До этого у нас не было ни разу такой необходимости, вернее были необходимости, но мы всегда их избегали. Это действительно деньги в кредит для бизнеса. Для нас было это четкое понимание, что если ты загонишь себя в кредит, ты кому-то постоянно должен. И вот жить, просыпаться, ложиться спать с этой мыслью, то есть не хотелось. А была ли вот такая, так не хотелось, а была ли мысль взять деньги, привлечь в бизнес, и за это, грубо говоря, инвестиции инвесторов, и за это дать долю в бизнесе? Была ли такая мысль? Ну, что есть такие варианты взять и платить проценты, либо продать кусочек доли? У меня была такая мысль у моего партнера-мужа, категорически нет. Наверное, это вот отголосок вот той ситуации, которая у нас была в предыдущем бизнесе. Он сказал нет, потому что я не готов сейчас не то, чтобы делиться процентами, а делиться ответственностью и стратегией, потому что у меня она до конца у самого не разработана. И когда приходит человек и насаживает какие-то новые идейности, он почему-то сразу себя так вот застолбил в понимании о том, что это однозначно будет не то, это не будет резонировать с его внутренним миром и с внутренней стратегией, которая уже у нас у двоих прописана и зафиксирована. Хотя очень часто так бывает, когда ты продаешь долю в бизнесе за деньги, то есть инвестору, он многие наоборот не хотят участвовать в стратегии, то, что опасался Олег, да, а просто дают деньги и ты, соответственно, просто должен отстегивать каждый месяц уже дивидендную часть. Вы знаете, вот, ребят, да, вот действительно так есть, Кать, действительно есть, потому что есть отсутствие понимания о том, что партнерские отношения могут иметь разные векторы, разные стороны медали, потому что у Олега было понимание только одно, то есть если я подключаю инвестора в этот бизнес, значит он обязательно должен влиять, я обязательно с этим буду не соглашаться. Это у него правильное понимание, потому что так должно быть на самом деле. Да, безусловно. Просто не всегда так происходит. Безусловно. А с другой стороны он понимал, если просто человек даст деньги и станет инвестором бизнеса и при этом не будет никаким образом помогать, то зачем он вообще будет частью этого бизнеса. Как решился вопрос в результате? Ну, мы долго думали и приняли решение, опять же, благодаря совету, дельному совету со стороны Татьяны Ковальчук, мы приняли решение взять деньги в кредит, взять для поднятия фактически бизнеса. Вы понимали точно, какая сумма, для чего, как нужно или как происходил вопрос? Ну, на самом деле, уже к тому времени мы с финансами очень хорошо начали дружить. Мы четко понимали качественные показатели, мы четко понимали балансы. Где чего не хватает. Да, безусловно. И причем мы четко понимали наперед на полгода. То есть, имея этот грандиозный инструмент, который мы имели, мы четко понимали, что нам достаточно этих полгода для того, чтобы сбалансировать и, соответственно, вернуть эти кредитные деньги. Но вот здесь очень сильно важно, когда ты получаешь эти деньги, важно понимать о том, что у тебя есть какой-то определенный лимитированный период времени, а не ввязывать дополнительные проекты для того, чтобы якобы перекрыть. Чтобы уже опять не распределить. Да. Все правильно. Не раз... Да. И вот здесь вот тоже есть какая-то определенная частичная ошибка о том, что ты думаешь, вот выросли у тебя крылья, ты взял эти деньги, и вот еще один какой-то проект появился, и ты снова туда тянешь. Ну, слушай, ну, это, в принципе, бизнес, это риски, но все хорошо увенчалось. Какое отношение теперь у тебя к кредитам для бизнеса? Ну... Я подчеркиваю, для бизнеса. Это вообще абсолютно нормально и адекватно. Это то же самое, что, в принципе, ну, для меня сейчас. Для Олега это как-то так он к этому нормально относится, но для меня просто отличное отношение, потому что я понимаю, что деньги должны делать деньги, если тебе на какой-то проект не хватает денег, но ты просчитал, прописал все абсолютно риски. Прописал этот проект, почему бы и нет. Три критерия, у какого инвестора ты возьмешь деньги? Ну, безусловно, у инвестора, которому я доверяю, почему-то люди думают, что нужно брать деньги только у того человека, который должен мне доверять. И вторая часть тоже очень важна. Почему? Потому что может случиться так, что деньги можно отдать раньше, либо деньги можно отдать чуть-чуть позже, если есть возможность... То есть, тем, с кем можно договориться, если он адекватно понимает ситуацию? Безусловно. Окей, дальше. Безусловно. Почему это важно для тебя? Ну, почему для меня важно? Я, в принципе, и практиковала это в течение периода, когда были кредитные деньги в бизнесе, получение определенного совета. Это важно. Он уже, вкладывая деньги, понимает, что если не будет рекомендовать, то сольется. Да. Хорошо. Третье. Ну и третье. При выборе человека, у которого инвестировать, это возможность, я не знаю, понимания о том, что он должен быть достаточно очень строгий. В то же время это человек. Почему? Потому что когда он строгий в обязательствах в своих и в вопросах, тогда это очень сильно дисциплинирует. И уже ты понимаешь о том, что есть четко согласованные даты, четко согласованные сроки, и ты просто эти обязательства выполняешь. Ну и, безусловно, обязательно, чтобы это не был близкий человек в плане родственников. Нет, это категорически нет, потому что это в год. Я знаю, что хотела добавить. Я думала, что ты это включишь в свои три пункта. Ты не включила, я добавлю вот напоследок. Что очень для меня важно, и я знаю точно, что для тебя тоже, ты просто не вспомнила, это ориентироваться на процентную ставку, которую дает инвестор. Потому что мы на сегодняшний день, и весь рынок сталкивается с тем, что владельцам кажется, что денег немного, или может быть у них не так много предложений, которые хотят в них вложить, и они готовы практически на любую финансовое предложение. 30 процентов, 40 я слышу в валюте, да, сегодня. И важно понимать, что инвестор, который не хочет тебя вывозить в лес потом, а который понимает, что ты должен на этом заработать и ему, и себе, а не слить эти деньги, он не будет гнаться за сильно высокими процентами. Это безусловно так. Это безусловно так, и для меня было определенным шоком. Когда я нашла такого человека, когда я нашла такого инвестора, и когда он мне говорит, что, допустим, на рынке определенная ставка, да, и в банках, и на рынке, а он мне предлагает на определенное количество процентов меньше, и говорит, я это делаю для того, чтобы ты быстрее мог отдать кредит, и я мог заработать. И ты мог… С гарантией заработать. Для меня это был определенный шок. Мне почему-то казалось, что такого не бывает, и вот обращение в принципе к инвесторам, у которых есть деньги, которые готовы и хотят зарабатывать и инвестировать, то есть это очень важно. Иногда 2-3% имеют очень значимую роль в принятии решения, а почему с вами работать и почему так нужно для того человека, который берет эти проценты. Света, спасибо огромное за то, что ты поделилась опытом, я уверена, что это было очень полезно для тех, кто нас смотрел, и мы сегодня разобрали несколько вариантов партнерства, мы поговорили и немножко о инвестициях, и плюсах и минусах партнеров-инвесторов, и самое главное, вначале мы поговорили о управленческих качествах и о партнерах-управленцах, ты поделилась своим опытом. Спасибо тебе огромное, я хочу в конце как бы отметить, что партнерство в целом это огромное преимущество, но очень важно уметь этим правильно пользоваться. И выстраивайте партнерские отношения с теми, кто нужен вам, и пусть ваше партнерство будет в кайф. Всего доброго, пока!